Качественных и безопасных автомобильных дорог в Черкесске этой весной станет еще больше. Масштабные ремонтные работы по полной замене асфальтового полотна сейчас развернулись одновременно в нескольких районах республиканской столицы. На каком этапе работы по улице Первомайская узнал Ахмат Халкечев. Таких масштабных ремонтных работ в той части улицы Первомайская, где разрешено движение автотранспорта, еще не было. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые реализуются уже второй год. В общей сложности в рамках данной программы в текущем году планируется отремонтировать более 10 километров внутригородских автодорог республиканской столицы. Улица Первомайская стала одной из первых, где уже начат масштабный ремонт. Здесь проведен довольно большой объем работы. Это замена бордюров, фрезерование старого асфальта и подготовка к укладке нового дорожного полотна. А перед всем этим свою работу провели ресурсознабжающие организации. Они заменили ветхие трубопроводы, вода и теплоснабжение, чтобы исключить вскрытие нового асфальта. Везде стараемся, оповещаем коммунальные службы, ресурсознабжающие организации, для того, чтобы они обследовали свои коммуникации и в местах производства работ по ремонту дорожного покрытия также ремонтировали свои сети. По всему городу, где производятся ремонтно-дорожные работы, мы рассматриваем возможность увеличения парковочных мест для личного транспорта жителей и гостей республиканской столицы, рассказывает Сергей Елисеев. Хоть и не везде у нас получается это сделать, тем не менее стараемся предусмотреть все возможности, подслуживает он. Здесь немного, здесь порядка 10-15 парковочных мест, то есть уже парковочные места были предусмотрены, и мы стараемся какое-то сбалансированное решение принимать, чтобы в свою очередь зеленым насаждениям не вредить, оставлять зеленые зоны, газоны. То есть все это продумывается и принимается решение. Как еще поведал исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Черкеска Сергей Елисеев, ограничительные меры по предупреждению распространения коронавируса незначительно расширили сроки окончания работ, так как все подрядные организации тоже ведут свою деятельность при строком соблюдении всех мер предосторожности. Ахмат Халчичев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия.